добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы сегодня сорок восьмой день амера завтра вечером уже будет праздник шавод мы продолжаем главу насо и речь идет об очень секретливой теме о соте муж говорит жене чтобы она не находилась помещений с таким там мужчиной он завершил обае помещение каким-то мужчиной и она не имеет права туда заходить с ним на работе где бы то ни было на то время за которое можно совершить их приводение вот он просит жену это не делать и приходит какое-то время ему сказали что вот вот твоя жена опять заходила туда с этим мужчиной а он понимает что скорее всего ничего не было на него нападает дух ревности он ревнует сам не знает что с ним с этим делать он просто не может это вынести и идет идет храм объясняет коинам что происходит и коины говорят да приводи свою жену и она должна пройти испытание водами соты тура пишет что женщина выпьет эту воду и погибает в страшных муках если она виновата если же не виновата наоборот будет была ослаблена тех тоже ни в чем не виноват потому что на него напал дух ревности он не знает ничего не видел он предполагает что что-то могло быть но в жить с этим он не может по закону торы если женщина уже мужа изменила она не может стать его женой даже не может законно если вы с ней развелся и она вышла замуж за другой чека второй раз разведясь с тем следующим мужем или он умрет не дай бог там всякое бывает она не может стать его женой второй раз женщину приводят храм и коины с разговаривают это очень долгое время происходит они и уговаривают ты молодая мало ли что в жизни бывает так равно сказали это все объясняет ты должна сознаться нам разведешься с мужем и живи своей жизнью все и на этом все закончится все ты зачем тебе опозориться проходить эти воды соты это страшное дело мало того что это просто страшное дело самой быть опозорены ради мира между мужем и женой всевышний сказал что вы должны написать на пергаменте имя всевышнего из толщину порошок растворить в воде сотой чтобы женщина выпила то что нельзя вообще запрещено имя всевышнего что-то с ним сделать уничтожать то место она написана бумагу и другой предмет то есть это очень серьезная вещь а тут ради мира между мужем и женой всевышний стал делайте эту запад вот так и интересные примеры наши мудрецы говорят что был человек он подрезервал свою жену что на позже возвращалась с работы и он и сказал что ты ты что это такое общем она очередной задержалась задержалась позже пришла он говорит ты где была она сказала я была на уроке торы ураби бава бен бута очень большой мудрец торы праведник невероятный ну он говорит ты должна пойти и дать ему в общем свечами по голове вот такой вот он ему сказал сказал и и муж она неправильно это поняла он имел ввиду что там что-то взять воротами это это слово рыба бен бута что-то связано с воротами что-то он сказал с воротами ударить по воротам этими свечами что-то но она поняла буквально пошла кроме во бен буты и ударила во время свечами раба бута это почему-то где почему ты меня бьешь она ему сказала что муж стал что меня больше не примет есть я не ударю тебя свечами и раба бен бута все понял понял что произошло что она не так истолковала этот стих но ничего не сделаешь что так случилось и так она вернулась домой вот она выполнила это дело то что он просил вот таким методом уникальным вот так вот потом написано в торе что женщине если она все-таки настаивать на том что она не виновата и она готова проходить сквозь воды соты ей при всех людях то есть приводит много женщин открывает ей волосы по еврейским законам женщина не может ходить с открытыми волосами замужние ее уже позорят для чего это нужно потому что чем больше страданий в этом мире тем меньше наказания в будущем и так коины выполняя все это решает для нее как сделать так чтобы она получила как можно меньше наказания в будущем мире вышло страдание генома намного тяжелее чем страдание в этом мире и наш мудрец говорит страданиями небольшими в этом мире лучше искупить наши грехи в общем она все равно настаивает волосы уже распущены взяли на пергаменте написали имя всевышнего растерли его в порошок взяли воду и говорят пей если она не хочет и уже в этом случае когда уже имя всевышнего растерто уже остановить это нельзя ее заставляет выпить эту воду и происходит такое дело что у нее в живот вспыхает бедра опускается там очень это ужасно происходит конечно все начинает отсыхать еще на в страшных мухах умирает ну всех это не не значит так есть по-разному есть несколько дней человек живет после этого или даже больше есть даже несколько лет может прожить от этого наказания страдать но факт тот что это делается все во влага этой женщине чтобы она не страдала в будущем мире вот так был такой случай две сестры муж заподозрил свою жену в том что закрылась другим мужчиной искал я тебя буду вести в храм корином испытать тебя на воды соты но нахаре я хочу свою сестру проведать сестра близнец тром городе она пошла к сестре и я рассказала все своей сестре что она вот виновата такой реакция шил это говорит так давай я пойду вместо тебя нас никто не различит то сестра действительно пошла вместо него прошла испытание водами соты все хорошо она получила благословение вернулась домой в общем опять сестры встретились потом и так говорит сестра которая была виновна говорит что ты меня спасла я так счастлива теперь я буду жить и обняла поцеловала сестру свою и в этот момент воды соты перешли на ее и она умирает страшных муках вот так так работает воды соты где бы ни находился мужчина с кем это женщина имела отношение он погибает в том месте где он находится тоже со временем мудрецы запретили испытание водами соты что мужчины сами потеряли святость и не отличались скромностью в этих отношениях поэтому испытание водами соты сейчас нет и до прихода маше их очевидно не будет вот так вот но мы даже знаешь что всевышний бережет семью и хочет чтобы мы не не страдали от этих мук этих мук ревности жены должны это понимать человек когда решит когда у него находит до глупости и мы не можем в этом выстоять это происходит вот надо поэтому стараться выстоять любыми путями чтобы не проходить через такие испытания это если и ты за 6 месяц вот соты то мимо пройдет мимо все выше ничего не пройдет все равно все знает все заметит все наши мысли как бы мы не хотели уйти от греха что бы мы себе не надумали все равно попадемся никуда мы не денемся поэтому надо стараться со всех сил держаться заповеди туры и у нас будет все хорошо а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души мойша бен давин берта бет срельк лара бат сергей памяти павел бен эфим якоб бен наху мглазир бен григорий за здоровье сутлана батклара шолом йона бен сара шимон бен исхах и на бат мира борис бен мария мойша бен маня она бот ривка игорь бен кира парида 1-го цена сура лена баклара давид бен стела женя бот ида рахель бот лилия анна бот елена стояла бас тейла эфим бен эстер и на водора двора бат мирям станислав бен рахель моисей бен иева три на во-ла-ла-лайн его семинара и соединит мне гейбент бертой гейберки-то фирма она киной или на бот инесса только под светлана эссер дан бенсара то ли вот frida и деба 3-го вадим 30 и она и юлия бот бэн а я ковесе бархель шимон бера фейга бат берта оси бот года маг бен не на и работ вера леона клара рафаэмин клара хана цепора Батсара, Идрин Хая, Вива, Фим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарид, Мазл Баслас Гулара, Ирина Бат Ури, Рона Рябин Ри, Хороший Духа, Рона Рябин Двой, Радиз Бен Ахум, Абигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Эрилей Бен Лариса, Галя Бат Гидалия, Параса и Бриют, Ладир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко. Всем Браха, Параса, Кавана, Мазал То, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.